хелга и сами шумики мы продолжаем ради тюр по названию 3000 на доле как вы помните прошу серию мне жопа сгорела значительно а по моему голосу можно понять что снимаю подряд другую еще серию а это ты тебе удалось разузнать что-нибудь о прошлом рассказать о событиях произошедшей с тобой до монстры не способны увидеть себя со стороны у них остались только инстинкт и злоба иногда у тебя просто нет выбора но не забывай что когда-то они были людьми как бы то ни было тебе нужно стать еще сильнее будь осторожен спросите об этом месте это древняя башня из-за памятных времен я давно здесь живу но до сих пор не не был на ее вершине этажа иногда твои глаза обманывают тебя спать так смотреть предметы камень возвращения камень переносит владельцев определенное место изначально созданный для удобства торговца они на продаже используйте его если нужно навести торговцам 500 стоит ни хера себе зелья маны порошок выносливости желтый порошок с запахом мяты 2000 чувствует если втереть его в тело в течение определенного времени запас выносливости тратится вдвое медленнее ни хера магический с вычетки сфера льда концентрированная эссенция холода принявший форму сферы если ее разбить выброшенной эксценцией холода мгновенно избавляет от вредных эффектов ожога сфера было 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 кристалл боевого духа кристалл сфера мгновенно избавляет от вредных эффектов кровотечения было 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 кристалл боевого духа кристалл содержит эссенцию боевого духа если его разбить высвобождается энергия умеренного повышает атаку на определенное время кристалл силы кристалл содержащий эссенцию силы его так и разбить в вашей энергию умеренно повышать защиту на определенное время так старый топор обычный топор с деревянным топорищами затупленным листом него нет никаких уникальных свойств для начала сходится владиолус мне есть вас тысяч убийца драконов называется о нихера там я дает массивный меч выкованный для охоты на драконов он покрыт шипами способный пробить толстую чешую и смазав ядом который достаточно сильно чтобы убить дракона прикольно алебарда ветераном алебарда когда-то принадлежащий старому воину это обоюдостроенное оружие с толстым наконечником идеально подходит для серии ударов остро как бритва лезвия способна носить смертельные удары 96 ну блин но здесь получается плюс 108 нет я там с шансом срабатывает слушайте копьё охуена двадцатку стоит пояс убийцам тяжелом металлический пояс пояс выглядит прочным и в то же время тяжело и неудобен если вы надеете повышать шанс найти оружие баня оружие найти а это шанс найти аксессуары а это оружие понятненько и стоит десятку ну что я вам скажу в принципе алебарда херитель на иметь тоже херителя но меч это тяжелый это широкий меч но мы используем алебарду и так а подожди что я мог продать я мог продавать вещи я могу сразу кристалл кармы продать чем его используя да свеча магическая стоит 115 на продажу а покупать за три штуки найс вспоминания о влюбленном я вспоминаю одну историю однажды некий принц возвращался с охотничьи вылазки вернувшись своей замок он узнал о своего одеютанта ужасную новость возлюбленная принцесса принцесса одного из соседних королевс была ранена во время нападения монстров на старую башню теперь лежит в спре смерти принц схватил свое копье скачив на коня и помчался к любимой всю дорогу он молился небесам жалится над ней на это походу он и есть так портал раз найдено гибельный лес как вы помните я вам показывал у меня было написано гибельный лес а то там где остановился давайте вниз а вообще что я сюда иду сюда пойди должен на вот этот наш чувак переехать погнали наверно убьем того чудище вы помните о ком я говорю где мы убили дракона я говорил там типа опасный черт еще сидел сейчас к нему сбегаем его убьем как раз у меня хватит душ на то чтобы вот тут сейчас еще эта страна са будет сосёшь вот 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 Круто. Ну как вы поняли, по хп-шке я выдержу три удара, в принципе это нормально, поэтому давайте в силу уходить. Блин, да я не знаю, мне нужно на самом деле рывок. Рывок долго восстанавливается. Блин, хер его знает. Короче, пускай будет три рывка, да и все. Хп... 21 дает. А урона 13. Давайте я буду через один, наверное, вкачивать. Либо в хп-шку все дать. Ладно. Понимаете, просто в чем дело, когда ты вкачиваешь хп, когда ты вкачиваешь хп, то в тот же момент ты... О, подожди. Увеличим максимальный знак заклинаний, сокращать время зарядки, удваивать заряженный удар, повышать шанс снизить защиту. Вы получите супер броню во время чтения заклинания. Увеличить урон добивания, легкий клинок, легкий клинок, усиливать защиту. Так, удачный заряд, удача повышает, относится широкий урон, добивание, относится к широким мечам. Удачный заряд, удар повышает шанс снизить защиту врага, относительно к широким мечам. Увеличить запас... Ну, вы видите, уже везде по два надо. Ускоряет применение предметов. Увеличит урон добивания относительно к копии. Уменьшает урон при столкновении с шипами. Вы быстро восстанавливаетесь после того, как все отбросили. В смысле? А, блядь, вы быстро встаете. Как вас отбросили. Ну, в принципе, это не так уж и важно. Хер знает, но я копия использую, поэтому мне лучше желательно копия вкачивать. Уменьшает урон при столкновении с врагом. Относительно... Относительно, относительно копий. Там у нас копии. Давайте, не знаю, вкачаю, да, наверное, этот. не копья нужны там то есть только мечи столкновение шипами уменьшает урон здесь блин ничего такого важного нету на самом-то деле время скольжения мне тоже не интересно широкий меч и широкий меч и широкий меч и ну тут чисто для получения энергии что ли давайте защиту пускай лучше пойду да лучше в защиту идти хотя лучше еще и энергии вкачать на что я часто использую предметы так сколько мне надо 2 все банате 10 минут нахожусь в начальной локации прикол а куда иду по прямой и внизу есть что-то да внизу есть что-то либо по прямой либо вниз и махун он здорово ты вернулся рассказать о событиях произошедших с тобой вот как ты видел в этой башне огнедущего дракона молча грустно смотрит на вас ты ведь и и пусть она и проклята но это дитя моя дочь я должен найти и именно для этого я сюда и явился а так все-таки принцессы да как я понимаю усиление выбранного оружия до копье 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 ну слушайте принципе повышает но я не сказал на 10 а подожди какой 10 на пятерку увеличу только так серьезно но необходимо корма тошка саринов нет 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 спасибо чувствую я без улучшения буду но потом если сделать что-то сложное будет против меня тогда думаю да я уже точно что-то использую та-та-та а мне вот интересно вот у чудик который здоровый что он охранял это другой дракон ой блин ни хера четыре удара ты чё больной все поехали пошло-поехало как говорится а зомби знаете похоже из игры зомби ферма план три удара хотя бы хватает змеям а вот эти херни до них лучше вообще не касаться так что-то было во первых да здесь ты нахуй продуманные животные амолент над цепочкам снаряжение так минус 40 минус 64 амулет на цепочке амулет на толстой цепочке это амулет изготовленный из холодных звеньев цепи если его надеть немного повышает устойчивость к холоду немного снежит устойчивость к огню если его надеть дополнительно повышает силу атакующих заклинаний минус 1 хилка заметь я прошел совсем немного как я вас ненавижу давид и мне теперь хилку придется юзать а вот эти если что если их не убить они пуляются ядовитыми сферами которые как в пинг-понге отсутствуют по идее друг от друга они очень тоже опасны а он он и он его тоже хуйбес довольно сложный Играет музыка. На. Удар. Ко мне. Давайте, скажите мне, что это легкие враги сейчас пошли. Сколько у него хп? У него хп, как у босса. И сколько у меня за тебя дадут? 200. 200. НЕТ! Почему я тут это лететь не могу? Ну там немножечко. Пипец. Можешь я смогу идеальный прыжок сделать? Именно для такого радиуса. Чтоб я не падал вниз. Давайте я сразу типа... Сейчас. Можно, я верю. Ау. Не восстановилось до конца. Ладно. Последний раз и мы уходим. Все. Там еще двойной прыжок должен... Мне должны дать будут. Должно понимать, как это сложно... Тупые руки еще. Тупые руки еще. Да-да-да, давай, используй. Используй черную силу. Ебни меня. Найс. Можно. Да, я буду в силу, короче, уходить в силу и... Вещу участь. Давайте хп, думаю, хотя бы до 15 повыше. Ну, до 5 салт. Хотел сказать. А не до 15. Погнали наверх. Он, кажется, использует ледяну. М-да. Без вопросов. Я не хочу даже с ним драться. Вы знаете, он меня приложит сразу рукой. Такой, хуляек! Призраки любители использовать ледяную магию. Руки. Смотреть надо на руки, ребят. Потому что они, во-первых, дамажат очень сильно. Очень сильно. И есть еще два типа рук. Есть зелененькие, а есть, пойди, синие. О, видите, они вообще спрятаны. Ну, их видно. О, я ваншочу уже? О, а вот, видите, руки. Так, изящное с золотым кольцом. Ну, парфюр мы это уже все читали. Снаряжение. Изящное с золотым кольцом. Изящное кольцо из золота. Тонкое кольцо, с которого вставлен черный самот. Если его надеть, повышать защиту. На восемь. Бежалось на шепот. Как бы я хотел вернуться в прошлое и встретиться с мастером. Знак судьбы. Да, вот эти еще знаки нужно будут собирать. Поверь, такой пиздец. Так, на карте еще он показан? Этот пиздец. Нет, но мы ставим меточку. Это, короче... Как мне бы его так изобразить? Ладно, плевать. Готово. Что далее? Так, ты мне давай ядом тут и не пыляйся. А, не, я думал... Я могу попасться рукам, но, блин. Они просто будут мою жизненную энергию жрать. А я как бы этого не хочу. Так, сейчас должен быть дух. Какая-то херня. Окей, вниз. Змеи нету. И давай ты тоже не будешь пыляться. Так, плюс лавлап. До 500 я прокачу себе хп-шку. Сразу давайте, что я хотел прокачать? Усиление защиты, да, я хотел прокачать? Так, всё, больше мне не хватает. Я не помню, что он делает. Я не хочу знать. Я понимаю, что эта серия у нас снова надолго будет. Потому что 25 минут мы с вами чисто описание читали. Шмоток всего. О, вот это тоже херня сильная. Ну, он чисто такой на агрессии и пишет. Ах ты, зараза. Так, плюс лавлап. Ну, в принципе, на этих хотя бы можно поформиться. Ну, на этих здоровяках. Я не заметил, конечно, сколько за них дают. Да, наверху есть проход. Належку был проход. Так, у меня ещё все заряды, да, все заряды. Слышу двоих. Ну, можно и так. Оп, найс. Опа, найс. Каменная гробница, потом. Каменная гробница, это второй босс по сложности. Там будет... Я просто вспомню, какой там боссик будет, ребят. И поверьте, он не из... Приятных. Почему я так решил? Да, потому что я знаю. Нихера, у тебя кровотечение есть? Подожди, я не видел. А где написано, что у тебя есть кровотечение, приятель? А, точно. Мои активки. Да, идёшь... Идёшь в сраку. В сракуу. Чисто минус одно лило в описании. Чисто боксёр. За 300... И я не могу туда попасть. Хы? Как вам такое? Ну, допустим, на этих можно... Легко фармиться, а по 250 получать. А, по 200, да. Ну, пускай даже по 200. Десятерых убиваешь и... Всё. Изи. Изи кач. Изи прокач. Изи кач, изи прокач. 31 минута. Мы ещё даже к боссу не подошли. Близко даже не подошли. Но здесь сейчас буду довольно... А, ладно. Ууу. Давненько я людей не видал. Ты странник? Я гибрид из рощи. Просвещение. Я в странцию по разным землям собираю знания... По велению великого мага. Сейчас это просто каменные гробницы, но когда-то здесь стоял алтарь, посвящённый Богу Ветру. И ещё ключ священника, который куда-то пропал. Его также называют ключом от каменной гробницы. Ты добрался до гробницы леса. Ты не видел там странного входа? Я говорю о портале, который реагирует на таинственный камень. С... Особой меткой. Ням. О, здесь враги тоже будут... Очень неприятные. Я с ними даже драться не буду. Нет, кажется, это не они. Там другие чудики. Держим дистанцию. Держим дистанцию, хлопцы. Ну, это обычный волк. Алтарь. Ау. Так. Ммм... Снаряжение... Подожди. Это 67. Это 40. Значит, это сейчас меняем. Пояс убийцы мне дали. Даже не знаю. Минус 40. Дэмэджи. Ну, вот эти шипы, они домашние. И они очень домашние. Дэмэджи. Найс. Почти умер. Так, изящное древнее кольцо. Изящное древнее кольцо. Изящное позолоченное кольцо. Это старое кольцо. Покрыто царапами. Если бы надеть, повышать шанс критического удара. На 40. Хуево. Если бы были процентные шансы, тогда да, было бы нормально. Так. Мне похуй. Так, пока идем прямо. О, я помню, как я вот это тоже пытался пройти. Короче, здесь я пытался пройти. За счет. За счет вот ударов. Ну, понятное дело, что я ни хера не смог. Эмэ, да. Вот этих чудиков я не помню, что они делают. 36 минут. Ау. Так, раз написание. Ну, в принципе, на них хотя бы можно... О, найс. На них хотя бы можно нафармиться немножко. Ой, вот эти вот опасны. Вот за вот этих я говорил. Ну, за них, кажется, я нормально дает. 300. Так, ладно, не суть. Сейчас мы идем вниз. В какую-то сторону про... Ааа, понял. Прошел. Так, давайте я, короче, на том пофармлюсь до апа и продолжим. Ну, чтобы вы понимали, это я сделал специально для того, чтобы немножко увеличить себе хп и не было жалко потерять души. Теперь мы сейчас будем просто с вами бежать прямо. М-м-м, найс. Ой, бля, начинается. Бойцовский клуб. О, найс. Я могу его так дамажить. А ну иди сюда. Пиздуй сюда. А вы что думали? Это сложные враги. Так, что здесь у нас? Волчок. Почти. Почти. Да, какой-нибудь жесткая вещь. И вы видите, она меня все еще херячет. Воспоминание о священнике. Я вспоминаю одну историю, весь замок покрылся трещинами, а порвы ветра налетели все чаще. Один священник предсказывал будущее, истолковывая эти необычные явления. Земли вокруг замка давно были захвачены монстрами, но место, где поклонялись богу, осталось нетронутым. Надвигаясь в очередное густое облако пыли, пора провести ритуал, пока тело не окаменело. А вот он, который... Путник. Я вижу тебе знакомы заклинания, хе-хе. Спросить кто он? Я, маг. Странсу по миру изучаю заклинания. Есть. А сюда я заглянул между делом, чтобы узнать кое-что о заклинаниях от монстров ветра. Так, я собираюсь в башню незапамятных времен, если захочешь увеличить силу своих заклинаний, ищи мне там. Разумеется, я делаю это не бесплатно, готов ли ты заплатить цену, хе-хе. Книга, осколок. Так, давайте, ну, ближайший, я не знаю, телепорт используем. Ну, хотя мне посрать, я хотя бы сюда телепортнусь, чтобы сохраниться. С босса, походу, мы уже боссом не сразимся. Поэтому, ребят, сорян, что ли. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.